Привет-привет! Сегодня я вас хочу пригласить на мастер-класс вот по такому альбому. Его размер 15х15, он не сложный в изготовлении, но у него очень интересная конструкция и он вместительный. Лично у меня в этот альбом вошло более 40 фотографий и еще осталось много свободного места. Формат рассчитан на фотографии 9х13, либо половинки 10х15. Я остановилась на втором варианте, потому что он позволяет разместить больше декора на каждой странице. Если интересно, приступаем. Мне понадобилось 2 листа формата А2. Для тех, кто не знает, А2 это 59,5 см на 42 см. Можно взять формат А3, например, вот такую вот папку для пастели. Но меньше я брать не советую, потому что расход в таком случае бумаги увеличивается. Чем больше формат, тем более экономичный раскрой получается. Бумага у меня очень плотная, 280 грамм, для того, чтобы вся наша конструкция была более крепкая. Сейчас мы с вами будем размечать эти листы. Для тех, кто лучше воспринимает информацию глазами, чем на слух, я под видео обязательно прикреплю файл, в котором будут чертежи вот этих вот листов уже с указанными размерами. Итак, из этих листов у нас 4 листа шириной 15,5 см и 2 листа шириной 15,3 см. Это первая деталь. На ней мы откладываем 15,5 см, затем 3,5 см, и 1,5 см. Отрезаем по этой разметке. У меня есть резак, но я буду делать это на коврике, чтобы туда-сюда его не доставать. Вот таким образом. Это у нас первая деталь. Затем берем второй лист, он тоже у нас шириной 15,5 см, и делаем разметку для него. Здесь у нас получается 15,5 см, 3,5 см, и еще 15,5 см. Прикладываю к коврику и отрезаю. Убираем в сторонку. Вот этот остаток мы не выбрасываем, это у нас будет еще одна деталь. На ней мы отмечаем 1,5 см и 5 мм. Я даю всю разметку в сантиметрах, потому что ею все-таки пользуются чаще, чем дюймами. Поэтому, надеюсь, у кого дюймы, те, так более профессионально, уже адаптируют для себя по сантиметрам. Эта деталь у нас будет номер 8. То есть, та была первая, вторая, а это восьмая. Далее берем следующий лист. Этот листочек у нас такой же по ширине 15,5 см. Но разметку я делаю не на лицевой стороне у него, а на изнаночной. Делаю я так, потому что бумага у меня двусторонняя, она у меня фактурная, с текстурой холст. И поэтому мне хочется, чтобы вот эта текстурная сторона у меня была вот именно с той стороны. Потом будет понятно для чего. На предыдущих листах текстурная сторона у меня была кверху, она была лицевой. Так, значит, делаем разметку для детали номер 3. Здесь у нас 1,5 см, 1 см, далее 14,5 см, сантиметр и 14,3 см. Здесь я немножечко убавила, сделала не 14,5 см, а 14,3 см, потому что деталь будет складываться. И для свободы движения эти лишние 2 мм я убираю. Затем откладываем еще 5 см. Деталь номер 3 у нас получается, это последняя отметочка. Здесь мы отрезаем. Откладываем. Так, дальше, деталь номер 4. Здесь я разметку выполняю на лицевой стороне. Откладываем. Полтора сантиметра. Далее. 14,5 см. 14,5 см. 5 мм. И еще 5 см. Этот кусочек мы тоже отрезаем. затем деталь номер пять эту деталь мы размечаем по изнаночной стороне то есть текстура у меня осталось с обратной стороны еще хочу обратить ваше внимание что эта деталь у нас шириной 15 и 3 откладываем полтора один сантиметр затем 15 и 3 отрезаем из этого остатка мы с вами сделаем деталь номер семь не забывайте подписывать на листочках ваши детали чтобы потом не запутаться у меня уже заранее здесь цитерки стоят так эта деталька у нас будет такой мы откладываем 5 сантиметров 5 миллиметров и 13 сантиметров отрезаем лишний кусочек и у нас осталась деталь номер 6 она тоже шириной 15 и 3 этот листочек у нас пойдет полностью в работу без остатка здесь у нас такая разметка 15 миллиметров то есть полтора сантиметра 5 миллиметров затем 15 и 3 и вот этот остаток у нас уйдет на карман здесь я разметку дело тоже с лицевой стороны ну все всю нашу разметку мы в принципе выполнили теперь мы будем беговать вы можете это делать шилом например или не пишущей ручкой ну правда не пишущим ручкам я не доверяю делаю обычно это тупым шилом по металлической линейке я для ускорения процесса сделаю это с помощью доски для беговки она у меня в дюймах какие все инструменты марта стюард но я привыкла я сначала делаю разметку в сантиметрах а потом просто прикладываем и уже бегу проверяю чтобы мне тут все было размечено правильно я прикладываю по ближайшим совпадающим дорожкам и прокладывать ковку так как мы работаем сейчас в обратном порядке как у меня сложены листы это деталь номер 6 смотрите первые две беговочные линии я провожу по лицевой стороне они у нас будут сгибаться так затем у нас идет большое расстояние и снова 5 миллиметров эти 5 миллиметров мне нужно пробеговать с другой стороны как я делаю можно с одной стороны вот сюда меточки перенести и сделать сразу беговку здесь а можно сделать вот как делаю я то есть я сначала бегу по этой стороне размечая где у меня будет линия затем прокладываю вторую линию а потом просто переворачиваю лист и бегу с этой стороны чтобы у меня лист хорошо согнулся в эту сторону то есть эти две линии у нас с изнаночной стороны листа если у вас нету фактуры на вашей бумаге то можете вообще не заморачиваться с этим и все беговать с одной стороны так далее вот у меня отметочка поставила такие тоненькие отметочки что даже сама не всегда их могу увидеть здесь наберем с этой стороны смотрите деталь номер 6 у нас будет складываться таким образом так затем так вот такой клапан потом вот эти две беговочки которые мы делали в обратную сторону их мы соответственно изгибаем в другую сторону так видите у нас получается такой зигзаг и следующее мы опять таки делаем на лицевую сторону так вот такой формы деталь у нас с вами должна получиться еще раз повторяю что это деталь номер 6 проверяем чтобы у нас все было ровненько потом надо будет еще хорошенечко все вот эти вот сгибы пройтись палочкой для беговки чтобы все хорошо складывалось эту детальку мы пока убираем далее деталь номер 7 эта деталь у меня будет с лицевой стороны и кроме того ее высота мы откладывали 15,3 но на самом деле она мне нужна меньше она мне нужна 14,3 поэтому этот лишний сантиметр мне еще нужно срезать высота этой детали у меня 14,3 как мне ее нужно и не забываем что ее я хотела сделать с изнаночной стороны вот такая деталь у нас получается мы ее хорошенечко сгибаем и откладываем в сторону следующая деталь это деталь номер 5 вот так она у меня выглядит так так как это у меня клапан разметку я тоже сделала с изнаночной стороны вот она бегуем по разметке так далее это у нас деталь 4 здесь у меня разметка с лицевой стороны здесь у меня разметка с лицевой стороны как мы делаем беговку первую в эту сторону по лицевой вторую, которая у нас на большом расстоянии мы делаем с обратной стороны то есть я также размечаю где она должна быть затем переворачиваю лист и хорошенечко бегу уже с нужной мне стороны далее у нас еще две линии для беговки они будут с лицевой стороны я люблю подобное конструирование оно для меня не является сложным если вам сложновато просто повторяйте за мной и у вас все получится так теперь мы эту страничку сгибаем первая беговка у нас в эту сторону следующая в обратную и здесь еще две линии они у нас в эту сторону тоже должен получиться зигзаг очень плотно я взяла бумагу она не очень хорошо у меня складывается но с другой стороны будет более надежно то есть ваша деталь должна выглядеть вот так следующая деталь это деталь номер 3 эту деталь я тоже размечала с изнаночной стороны поэтому беговку мы делаем именно с этой стороны первая линия у нас полтора сантиметра потом один сантиметр затем вот такое большое расстояние здесь еще две линии на расстоянии одного сантиметра пока всю беговку мы выполняем с одной стороны и здесь у нас еще одна линия ее нужно выполнить с другой стороны потому что здесь будет вот так клапан отгибаться я размечаю с этой переворачиваю и теперь делаю духовку с этой стороны уже окончательно вот такая деталь у нас получилась теперь мы все складываем это вовнутрь это тоже далее еще вовнутрь и вот это вот уже последняя самая линия 5 сантиметров где-то она у нас осталась а надо ее складывать наружу вот так она выглядит затем следующая деталь это у нас деталь номер 8 ее тоже нам нужно укоротить немножко до длины 14,3 см отмечаем и отрезаем это тоже будет клапан поэтому я хотела бы использовать красиво вот эту сторону наружу вот но разметку нанесла с этой же стороны вообще конечно мне нужно было сделать ее с обратной стороны но было неудобно потому что как вы помните мы использовали остаток от детали номер 5 поэтому эту разметку нужно бы перенести на другую сторону либо сделать беговку как я уже показывала сначала наметить ее с этой стороны то есть у нас получается на расстоянии 1,5 см и 5 мм а затем перевернув сделать беговку с этой стороны по этим же линиям вот такая вот маленькая деталь у нас получится вот у меня текстура получилась снаружи здесь у меня написаны циферки с указанием номера детали но потом это все заклеится с коротовой бумагой поэтому они нам не помешают далее деталь номер 2 здесь у меня разметка выполнена с лицевой стороны там где у меня текстура полость нам нужно сделать беговку здесь у нас не так много линий на расстоянии 15,5 см затем 3,5 см 3,5 см это будет ширина нашего корешка и по второй линии стараемся чтобы все у нас было ровненько вот такая вот заготовочка и нам осталась одна деталька первая здесь тоже лицевая сторона вот она здесь мы делаем беговку на расстоянии 15,5 см и расстояние и расстояние 3,5 см это вторая часть нашей обложки вот собственно и все со всеми расчетами мы с вами закончили это мне кажется было самое сложное теперь можно будет собрать нашу конструкцию единое целое досочку можно убрать ну что приступим это у нас деталь номер 1 вот этот отступ который полтора сантиметра это клапан для того чтобы он аккуратненько приклеился уголки мы немножко срежем первую деталь мы соответственно приклеиваем детали номер 2 это у нас деталька вот такая то есть вот этот клапан нужно приклеить вот сюда у нас получится с вами вот такая вот конструкция с двумя корешками я буду использовать клей момент потому что этот клей все таки мне не сказать что сильно нравится но я ему больше всего доверяю чем всем остальным какую деталь мы с вами следующую берем это конечно же деталь 3 вот она как раз и есть что мы делаем с этой деталью это у нас будет вот такая сложная конструкция за полтора вот эти сантиметра хвостик будет приклеиваться и еще вот так вот так вот это все будет выглядеть вот этот вот клапан это у нас карман мы его с вами приклеим с этой и с этой стороны подрезаем уголочки подрезаем уголочки ненужные и займемся вот этим вот кармашки чтобы в него легко вставлялись фотографии вот здесь нужно нам с вами сделать небольшие боковинки сейчас мы возьмем что-нибудь из остатков бумажки у нас остались вот например вот это по высоте карман 5 сантиметров ну за счет сгиба он стал чуть-чуть поменьше 14,8 значит от этой бумажки я отрезаю 14,8 ой 14,8 заговаривает 4,8 конечно так можно было взять наверное более тоненькую бумажку для клапана но я уже не буду сейчас ходить ее искать немножко не подготовилась так ее мы разрезаем пополам потому что она слишком широкая для нашего клапана я думаю вы понимаете что здесь точные размеры не так уж прямо должны здесь нам самое главное чтобы этот клапан был не длиннее самого кармана и не вырезал из-под него так доску для беговки я уже убрала значит будем это делать шилом как я уже и говорила прошу прощения за заминку вот у меня шило бегуем им одна деталька хорошенько ее складываем и вторая так такие вот у меня получились немножко подрежу так как сделала не очень ровно и также срежу уголки не под 45 градусов но все-таки немножко я это делаю чтобы нигде ничего не торчало так берем нашу деталь и вот эти вот уголочки нужно вклеить вот сюда вот таким вот образом и сюда давайте этим займемся все и и и и и ну вот пока наш карман хорошенечко схватывается мы с вами клеим основную деталь то есть это у нас деталь 1 деталь 2 это деталь 3 вот этот вот клапан вот этот вот за срезанными уголками нужно приклеить вот к этой линии сгиба то есть у нас здесь первая линия для корешка и вторая линия этот мы приклеиваем сюда чтобы у нас потом корешок вот так вот закрывался таким образом у нас уже на месте первая деталь вторая третья и сейчас мы с вами займемся четвертой вот так выглядит наша четвертая деталь мы ее сейчас будем тоже вклеивать полосочка полтора сантиметра это у нас клапан и он будет приклеиваться к корешку изнутри но прежде чем мы сами ее вклеим нужно ее собрать потому что здесь планируется карман для странички таким образом здесь у нас будет вклеена здесь будет карман а здесь еще дополнительная откидная деталь чтобы из карманчика было легко нам доставать я хочу сделать здесь врез то есть вот наш карман практически готов сейчас мы его по двум сторонам склеим и можно будет уже эту деталь тоже вклеивать во льву я немного подождала когда клей у меня хорошо схватился теперь мы будем все собирать на вот этот клапан наносим клей и приклеиваем его не на страничку а на корешок то есть вот этот вот срез будет в притык нашей первой с правой стороны лиговки вот такая вот конструкция у нас с вами получилась с кармашками затем это у нас была четвертая деталь значит дальше действуем по плану приклеиваем пятую пятая это у нас вот такой вот большой клапан я не планирую делать на него фотографии потому что хочу чтобы в альбоме был какой-нибудь декоративный элемент мы сделали его если вы помните 15,3 на 15,3 так как страничка у нас 15,5 на 15,5 он будет легко открываться и не мешать складыванию всей нашей конструкции также здесь можно скруглить уголки я возьмем побольше диаметр чтобы все это смотрелось аккуратнее здесь никаких тонкостей и сложностей нет также клапан полтора сантиметра мы немножко срезаем и приклеиваем вот сюда сверху по середине вот таким вот образом ну и логично что за пятой детали у нас следует шестая шестая это вот такая вот вот здесь большая деталь здесь действуем точно так же от полутора сантиметров срезаем уголки и приклеиваем также деталь номер пять но уже снизу то есть у нас это будет вот так а это будет клапан который сверху будет все закрывать с этой частью мы с вами закончили у нас осталось еще две маленькие детальки которые будут прикрепляться вот сюда в детали номер три то есть вот эта вот левая сторона у нас распахивается так и здесь тоже будут открывашки мы берем с вами деталь номер семь и деталь номер восемь седьмая деталька у нас вот такая у нас большим клапаном это будет карман как мы с вами поступаем здесь кармашек будет маленький поэтому клапаны я не делаю наношу клей по трем сторонам по боковым и рядом с линией сгиба приклеиваем это все снизу хорошенько выравниваем здесь у нас с вами образовался вот такой вот кармашек здесь будет фотографии здесь будут кармашек для тэжика ну и сверху тоже наверно нам нужно это все закрыть будет клапаном для этого у нас есть деталь номер восемь вот это вот последняя маленькая деталька здесь я срежу сразу чтобы потом не крутить также вот этот кусочек 15 миллиметров мы срезаем уголки как и везде и приклеиваем все теперь надо подождать когда все хорошенько высохнет вот такой альбомчик у нас получился он весь просох за счет того что мы сделали сгибы не только по бокам но и вот сверху и снизу мы получили дополнительные ребра жесткости и альбомчик получился довольно такой крепенький к тому же мы еще потом добавим фотографии с карабу мабу и он будет потолще и будет лучше держать форму давайте посмотрим что у нас получилось 1 откидывается так 2 так потом у нас вот такая вот страничка с карманом так здесь два клапана здесь тоже кармашек закрываем следующая страничка у нас вот такая здесь большой карман в него я сделала вот такой вот вынимающийся большой тег для дополнительных фотографий его размер 13 на 14 с половиной сделала я его из остатка от первой детали у нас там оставался достаточно большой кусочек из него я и выкроила здесь так дополнительная вот такая откидывающаяся деталь здесь большой клапан как я и уже говорила для фотографии его не планирую использовать хочу украсить он откидывается вверх здесь у нас была откидная деталь но пока все сока я решила сделать все таки кармашек вот поэтому приклеила на такие вот клапаны как уже мы сами делали раньше и прорезала полукруглое отверстие чтобы было легче вынимать из него все он у нас открывается так и так вот такая вот конструкция у нас с вами получилось в общем то все самое сложное мы уже сделали осталось самое приятное а именно украшение но это конечно же будем делать с вами уже во второй части и и